да я думаю что стоит сидеть на север россии для того чтобы вдохновиться чем-то посмотреть страну большую нашу из москвы приятная возможность выехать потому что москва в целом сильно очень переполняет ощущениями эмоциями север россии он всегда вдохновлял многих людей он достаточно минималистичен по картинке силуэт оставляет возможность для собственных ощущений мне кажется этого не хватает современным молодым людям в том числе бизнесменам потому что бизнес все-таки находится всегда на стыке каких-то таких общественных социальных отношений которые и пытается как-то использовать да но не всегда находит для себя достатки вдохновения поэтому для предпринимателей мне кажется совершенно замечательно поехать на север вдохнуть полной грудью доехать в конце концов до баринцева моря да прыгнуть в него да это было бы здорово кстати прыгнуть в баринцева моря да наверно там холодно сейчас было бы замечательно ну попробуем попробуем это сделать мне кажется интересно да мне все интересно честно говоря в себе вы тоже потом я себя зал же я давно отходил как шествует много времени для пеших прогулок взять девяносто там три года они жили себя в швеции номером один и там не парились не новая команда пришла там опа давайте мир завоевывать и вот они там пять лет страна россия такая страна и причем никто у нас мир не завоевывает с такой одеждой так они нас так мы когда мне с трехразовым питанием на одного человека вот таким баллоном я могу ходить четыре дня а эта штука раз еще сюда миска ну там да и потом принесли помыть там дать нет нет это готовы это эта штука ставится на горелку аэробный режим то есть марафон не очень не стометров то есть ты можешь сырое сложить с помощью них вот так вот щелк 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 ура губа оленья губа мурманск кереберка направо вот она сушила вообще глушь там все ничего нету берем все что горит все что горит так тереберкой это тереберка до теребер между мурманском тереберка это выше мурманской границы до вайда напишите вайда вайда губа вайда губа кереберка вайда губа музыканты там уголь наберешь многие ну а а Читатели рекомендуют после Волги внимательно на дорогу смотреть, но самое веселье, говорят, начинается после Вытигры, а по берегу Онежка-Ольвера. Как дорога? Дорога нравится. Интересно, я никогда, в принципе, почему-то не был в Вологодской области. Мне шутка нравилась песня, но я никогда не думал доехать до города под названием Вологда. Я всегда хотел, но не доезжал. Деньги города надо возвращать, потому что ремонт делать не на что. Видно, что все обшарпанное, зашарпанное, а город красивый, между прочим. Город очень красивый, приятный, зеленый, достаточно комфортная улица, не надвисают многоэтажки. Познакомились с замечательным человеком Анатолий Константинович Ихалов, местный краевед, знаток традиции севера, знаток истории Вологодчины. Он нам посоветовал, значит, несколько деревень. Петракова, например, в одну из них, вот мы сейчас и Ерунова, и тронемся. Постараемся там разметиться на ночлег. У нас предупредили, что там нет ничего, в принципе, из привычных для нас условий. Ни света, ни воды, ни газа. Нет, вода есть, конечно, в реке, да, но, в принципе, поэтому надо ехать засветло, пока мужики готовы нас встречать. Если не успеем, то придется возвращаться обратно, а ехать 90 километров, да. В принципе, как хотели, поехать учиться на Сусанино, так и получается. Дальше дороги нет, до деревни тут километра полтора. Машину бросить не можем. Я предлагаю подумать, может быть, действительно. Слушай, а если оставить, взять ружье, оставить машину, да пойти. Понял. Сколько примерно прошли? Нет, ну а кто же вообще? Барни, я все. Я максимально промок. Нет уж. Будет еще темней. Вот тут мы, гляд, сейчас шли к вам по болотам. Ой, вы как припозднились-то, так. Да, ну вот так вот заезжали. Вечер добрый. Мы там застряли, мы же не знали, что вот проехать нельзя. Да, полгода, вон такой дождик льет-то, съел, надо застрял. На педаль и едет. Наша мама удивляется, как быстро он схватывает то, что многие дети его возраста еще не умеют. Теперь ему надо помочь, научиться делать петонышки, не задумываясь. Едет кашля и пеет. У меня дочи были петонышками. Мы даже представляли, что это возможно. Кому-то обратиться. На электричество тянули, он говорит, вот только привлекая внимание, только как бы все время привлекая внимание, потому что есть такие проблемы, есть такая проблема, и как бы ей надо писать, говорить там, посещать, да. А здесь жили просто, здесь в принципе несколько семей жило, да, как бы кланов такие большие, да. То есть они расселялись в то время, да? Да. Все родственники, да, в основном были? Да, они были. Раньше там нет, было много. Побили много разных. Вот это уже думаешь, что это... А, или сверху дуем, вот в эти дырочки, или обычные стекла. А, нужно дуть? Да, дуть надо. А вот эта штучка-то... А это только уворачивают ленту. А, если вы все знаете, все понимаете, все понимаете. Ну, скажу, запады. Да, ну, а теперь дуть. Мы кем до этого работали? Трактористами или... Трактористами или... Трактористами? Наша школа была построена... Сколько? По сорок. Два класса, по сорок, наверное, учеников было вначале. Больше... Ну, и школа была, да? Да. А сейчас, то есть, у меня школы уже нет? Нет, у нас ничего там нет. Сельсовет с наводчиком. Хрыма-то уже старая, дом-то старый, да. Все, надо будет менять. А теперь... Скоро пути... Искотину-то не старая держать. Там... Тракторист прижем. Искотину-то отключ !! It's a monkey in a sentir drop. It's a catiento Ну it'll reduce the chips. Cause it, it'll reduce the number of coins. I think you move on over to your next age. It's gonna be on th imp захватна Важност City. Жить можно по-разному. Не обязательно для этого иметь итальянскую кухню и не обязательно иметь для этого печь со временами. Как выясняется, есть русская печь. А луга здесь большие, выпаса есть? Ну еще пока-то, да, не все заросло. Теперь у нас уже осталось мало и живой тинта на весь Красный берег, три коровы. А опции для круг дома ходят только. А зима сильно заметает зимой? Ну нынче так не очень много было снега. А так-то бывает, что иногда вон огороды только верхушки. Спасибо. Обратно в Москву вернуться, не болейте. Обратно в Москву. В России много замечательных мест и замечательных людей. Люди живут своей жизнью и, в принципе, даже не надо курорта создавать. Путь и курорт, ретрит, называй как хочешь. Тут Бог создал, а люди доделали такую первозданную природу, которая располагает к отдыху душой и телом. Если дать людям минимальные какие-то удобства в виде дороги и в виде электричества, то в принципе все остальное они делают сами. И молодежь поедет, и деревня сохранится, да. А так пройдет еще лет 20-30 и эта деревня просто превратится в заброшенный кусок земли. Сотрет последние остатки пребывания здесь, как сказали, на владельце. Их деление существует, по-моему, с 1500-х годов. С 1500-х годов, да. Фактически от Ивана Грозного. Да, и она прекратит свое существование, и нам о этой эпохе не будет известно ничего. Вот в этом смысле есть о чем подумать. Это первое наблюдение. А второе, что для жизни человеку не надо ничего, кроме солнца, своих рук. Да. Но, правда, как мы выяснили, и телевизор, который каким-то чудесным образом на горе, хватает Первый канал, да. Поэтому, да. Спасибо Первому каналу за сигнал. Да. Да, мы обещали нашим гостям, Нине и Анатолию, оставить провианты и патронов. Оставляем им патронов дымовских сосисок. Ну так, чтобы познакомились с продукцией, да. Влад все равно не ест. И... Ну, в принципе, да, такие тушенки. Да, банки две-три, да, да. Нормально, да. Ну что, сделаем кофе? Да. Да. Да пойдем ловить рыбу. Да. 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 Дико вкусно. Мы встретили женщину, которая нам рассказала о том, что в этот храм, в этом храме, ну здесь монастыре и там, где она служила около озера, остановился и служил, проводил службу Иоанн Кронштадтский. Чем известен Иоанн Кронштадтский? Это один из самых почитаемых священников был из современных, которых помнили, знают из фотографии, где церковь зафиксировала порядка сорока исцелений. Это уникальные способности людей, которые вот... Да. Плюс известно тем, что Иоанн Кронштадтский был в дискуссии с Львом Толстым и требовал от того покаяния и как бы соблюдения канона церкви. . Продолжение следует... В этом смысле провести ночь на льду озера Онежского, это просто лучшее, что может придумать москвич. Завтра утром позвоню папе, скажу, что я переночевал на льду Онежского озера и с друзьями, да, я думаю, что батя не поверил. Оказаться с друзьями в хорошей компании за костром с хорошим виски, это дорогого стоит. Решиться бросить дорогую работу московскому предпринимателю, да, российскому, любому российскому предпринимателю, это вообще-то уже нетипично, нетипично. Я всю ночь переговорился с рыбами. Они что-то мне говорили, я что-то им говорил. Потом заснули вдвоем, я и они. Ну и так до пяти часов удалось поспать. Они же меня и разбудили, да, поэтому сейчас буду одеваться. С утра выпить кофе на озере лучше ничего не. С собой возьмем. Давай, я возьму, я возьму. В итоге, смотрите что, мы едем, не понимая о том, что камера забыта, в кафе дорожное. И вот понимаете, хотели ехать в Медвежьегорск. Уже все, уже колеса крутились сюда. Внезапно у меня просыпается какой-то инстинкт природный. Я говорю, ребята, поворачивай направо. Вот нифига не понимаю, поворачивай направо. Поворачивай направо. Направо название, что такое указатель. Вот запишите. Ку-га-на-во-лок. И рядом остров, велико-остров. Речка, речка рядом протекала Ильвама. И как и дерну на черт туда ломануться. В общем, мы туда поехали. Проехали мы рядом там Самбо озеро. Агон озеро. Аган озеро или Агон озеро. Аган озеро что ли? Агон озеро что ли? Ну, что-то такое. И приехали в Куган Волок. Ну, фотографии вы увидите. Это у Куган Волока. Там мы застряли. Дорога была просто никакая. Наш жип там волочило. Мы застряли. Нас один друг друга вытягивали. Я совершил ошибку, что ребят заманил. Я почувствовал себя Иваном Сусанином. Вы только отчество его укажите. Потому что я его очень уважаю. Этого человека. Я извинился. Да. Мы остановились. Угостили собак местных. Московскими деликатесами. Сами понимаете, какими. Фото собак прилагаем. Да. Довольно. В общем, замечательное красивейшее озеро. Водл озеро. Красивейшее. Обнаружили красивейший пешеходный маршрут. Там просто космическое место для путешествий пешком. На лодке, на байдарке, к монастырям, к старым домам. Слушайте дальше. Мы возвращаемся обратно. Там, на острове, стоя, любуясь. Я вдруг вспоминаю. Говорю, а где фотоаппарат? Дай хоть фотографирую песика. Понимаете? И вспоминаю, что его нет. Но собрали быстро штаб. Вспомнили, что, скорее всего, там кафе дорожное. Поэтому сразу поехали в кафе. И в кафе. Замечательная Алена. Замечательная Алена. С такой милой улыбкой. И она отдала нам наш фотоаппарат. Мы ее отблагодарили. А, вот сейчас взяли кофе. А хотим поехать обратно в Медвежегорск. Медвежегорск был столицей. Получается, насколько я понимаю, столицей строительства Беломорно-Батвийского канала. Здесь было лагерное управление. И наверняка у них в городе есть музей. Очень хочется посмотреть на такую великую, но трагическую стройку. Потом рассказал о парень... Замечательный парень Роман. Везет на хороших людей. Рассказал, чем, в принципе, занимается народ. Сказал, ничего не занимается народ. Кто чем хочет, тот тем и занимается. Рассказал о том, куда можно добраться, куда можно съездить. И самое удивительное выяснилось, что он как раз, фактически, родом из Сереберки, куда мы, собственно говоря, и едем. Вот так. В Сереберку раньше не было дороги с Мурманска. Мы приезжали на поезде в Мурманск. Садились на теплоход. Назывался Васло Фаровский. Старый трофейный немецкий теплоход. И он вез нас в Сереберку. По морю, да? По морю 11 часов. И там мы потом на маленьких судах перебирали в сам поселок. Ну что, привет, Реодан. Здорово. Здорово. Я думаю, мы начинаем. Ну, спасибо, что пригнали. Молодцы. Вы такой путь проделали. А вы тысячу километров покрыли, да? За день. 1200 лет. Молодцы. Какая-то величина. В?? Я на Костюхе. Через 20 лет и 7 лет. Да, Васло. Куча. Вот longue, град google Son lesion. Еще раз вместе, конечно, подозрелим землю на перевернуться мидлу на моем соответствии. Если вдруг shoes to pick in the sky, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Варзуга Стартуем тогда А, ну и сегодня знаменательное событие Сегодня я проехал в своей жизни больше всего километров По России Я-то по Европе ездил много Можно сказать по тысяче километров Но в России почему-то здоровья не хватало Трусил Испугался я И никогда не ездил больше Трехсот километров За раз За день А сегодня Будут уже 332 Я думаю, что километров Наверное в 500-600 Мы смело уложимся Такие путешествия Дают возможность понять Кто ты? Где ты? Что ты? И нафига все это? Ребята, я сейчас сознаюсь Я хотел этой поездкой Произвести впечатление на своего сына Сто процентов Сто процентов Понимаете, какой я в принципе мелкий Прошутка Действительно, я хотел бы, чтобы Я умел это делать И со своим сыном я уже мог ездить Пока я тебе рассказывал Простые такие штуки какие Это правда Я согласился поехать в эту Историю, потому что я идиот Потому что мне не сиделось в Москве Да и Я не мог понять Когда я наконец посмотрю Страну Когда я посмотрю в север Когда я посмотрю там Алтай В принципе, я много видел Но я не видел Мне казалось основного Россия так устроена Что в ней никогда не поймешь Что тут главное Что вторичное И вот путешествия Убеждаюсь, что В России нет ничего В России невозможно понять И слова Пушкина здесь Как никогда актуальны Потому что Мы приехали в маленький уголок А нам уже такие смыслы открылись А если А таких уголков в России Просто миллионы Миллионы И про каждое место Можно писать отдельную историю Первое упоминание о бомбе 1466 год Вы, кстати, приехали в юбилейный для нас год В этом году 550 лет Каком бы впервые прозвучало В рукописных источниках Здесь очень много двигают пришлые люди Не местные, а пришлые Как ни странно У вас место Я даже уже почувствовал Здесь просто не местные А космос Вот здесь можно Ну, это понимаете Надо приехать в другое время Потому что сейчас Это просто нереально Пройти по этому снегу Вот это село Возникло Выше 13 верст по течению Место выбрали Не случайное А место слияния трех рек Там, где сливаются река Вяло Рума и Умба Потому что считается Что каждая река идет со своей энергией И вот в этом месте Там очень мощный энергетический поток Кстати, так делали не только в России Так делали и в Скандинавии Дальше в 16 веке Убедились за 100 лет Что не так страшны норманы Перебрались вот на это место И вот эта Умба Она в 16 веке здесь стоит Семгу ловили заборами Перегораживали реку Оставляли узкое место Куда заходила семга Как правило Самок никогда не изымали Потому что мама должна пройти От нереститься Чтобы была рыба Ну а самцов по необходимости Кстати, это байки Что поморы У них семга в компоте плавает Ничего подобного Не плавала и не плавает Это рыба деньги Это рыба такая Которая только на праздник А ели обычно белую рыбу Вот треска беломорская трещечка Озерная рыба Заедем на базу Я вам расскажу Куда вы приехали Что вас ждет И куда вы дальше будете Когда варим свое варенье А можно купить у вас с собой Это разные варианты А вот честно скажу Попробовать баночку одну на всех Маленькую нальем Мы сейчас нас настолько По выставкам с этим вареньем Зазывали А что вы в выставке Вы бизнес уже делаете? Хорошо в выставке есть Слушайте, честно У меня не получается делать бизнес У меня получается Песня пейс Я вас слушаю Я вас слушаю Вы уже продали все Вам осталось только все сделать И отдать Мы бы уже сейчас Супили 100 килограмм Правильно? Вот сейчас прям 100 килограмм бьем Давайте на следующий бут Прекрасно Дальше я очень советую Заехать в сотый километр Село Кашкаранце Заезжаете Проезжаете Там храм Судивительный Сотый километр откуда? От Умбы Но здесь 140 километров 138 до Варзуки Вот это просто Ставьте галочку То, что вам нравится В домах Вот там вы получите От этого удовольствие Старые дома Проедите такой петелькой Там старый храм Одно только скажу Что этот храм В благодарность За свое чудесное спасение На море Терпил бедствие Поставил католик И там находятся Под спутом захоронения Канонизированных Терских иноков Каркаранских Дорога идет Кошмар Вот такая Вот такая Дорога До самого года Как это? А? Как это? Зачем мы делаем супрыбный На какой-то ровно По Владивостокске Сыпрыбный По Владивостокске Используется Значит Сэра Тихоокеанская Горелка Которую Кстати, нам ребята Из Спортмарафона Подвинули Вот такую вот Подогнали Вот такую горелку Смотря Японскую И японскую же посуду Летает все Просто Главное, чтобы Суп не улетел Поскольку горит так Так вообще Что это Космодром Плесецк Понимаете? Ну, держусь Все под контролем Держусь Под контролем Я дальневосточник Я знаю Как там устроены Ракеты Ну, приехали люди на Белое море Ну, мы можем уехать отсюда Не искупав Вот приеду домой Спросят у меня друзья Ну, нет, конечно Ну, поэтому Просто хочется почувствовать Как поморы В свое время Купались Здесь И зимой, и летом Реально ледяная была Реально ледяная водица Вот так, конечно, прям Покалывает, да? Покалывает Во всяком случае Реально ледяная вода Чек терминал Ледяная вода Диана Останется Реально лето В foul Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, нам осталось 30 километров до намеченной цели Я не совсем понимаю, как купаться в таких условиях в воде Вообще не понимаю Обещание надо постараться сдержать Даже не знаю, если оно будет во льдах Еще что делать? Не знаю Нам очень понравились ребята, которые нас встретили Мест не было Но поскольку мы предстались друзьями режиссера Левиафан Шансов отказать нам не было Никакого Ну, они как будто открыли нам домик Сказали, чтобы мы Использовались их гостеприимством Но вытряхнулись отсюда Значит, при любых условиях Так что вот мы согласились на эти Скажем так Венции И заняли этот кубометр Ну, я обещал И себе, и людям Что я искупаюсь Баренцем в море Сегодня 21 апреля Да, завтра день рождения Владимира Ильича Ленина По-моему, было так Ну вот и пойду искупаюсь Удивительно, почему Удивительно, почему жители Переберки Не купаются по утрам Вообще непонятно Рыбаки Я не чувствую ничего Пытались с моря выйти Но погода, конечно, приштормовая Не получается Но хотим сейчас с местной элитой Поближе познакомиться У нас, правда, не так много времени Но часа три точно нет Сейчас поедем вот В новую Териберку То есть, газпромовцы, они вообще планируют Дорогу сделать прямо А где начинают вилять, то они обходили вот эти древние становища Если они делали прямо, значит они обошли здесь Да, да, да В чем, газпромовцы тут смеялись Так, давайте мы вам У них огромная техника с огромными бульдозерами Давайте мы вам ковшами все эти ваши стрелы В сторону откинем, вы там ковыряйтесь Они в Штоковском месторождении хотели разрабатывать Здесь хотели строить завод по сжижению газа Вот это всякое На берегу Финансирование закончилось И свернули этот проект Заморозили, скажем так Не бросили, заморозили Правильно сделали Ну, вот и подходит к концу Наше Мое путешествие И здесь Вот на этой губе Оно заканчивается И приятно осознавать, что Мы выполнили Постальну перед собой цель Проехали Практически пол России Пол страны Искупались во всех водоемах Познакомились с большим количеством замечательных людей Обменялись с ними Своим Позитивным настроением Получили от них большой заряд И выяснили для себя очень важную вещь, что Несмотря на то, что Россия огромная и большая страна В ней живут замечательные люди И как правило, большинство людей Лучших людей Живет на ее окраинах Люди, которые ежедневно делают свою Скажем так, рутинную работу Я не сказал бы, что это можно назвать выживанием Все-таки они Даже не хотят отсюда уезжать Они находят для себя здесь жизненные смыслы И им очень нравится природа Очень нравится Время провождения Я их понимаю Я их очень хорошо понимаю Потому что Сам бы с удовольствием Жил бы здесь Если бы, наверное, не имел Такого количества привязанностей в Москве Местные жители нам сказали, что дальше дороги нет Дальше Северный полюс, Арктика Дальше это будущее России Здесь вот работал Газпром В принципе, я оставил это для будущих поколений Поэтому Надеемся, что сюда вернутся летом И советуем вам это делать Здесь очень красиво Такой красоты я не видел никогда Северная красота особенная Пожалуй, ее даже не с чем сравнить Я бывал в теплых странах Но это гораздо красивее Я люблю Север Люблю свою страну И рад, что у нас есть такие замечательные места Всем привет Mission Completed Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова